На пятом месте близнецы The Hudge Twins. Кейт и Кевин Хадж, авторы проекта The Hudge Twins, наверное, самые известные фитнес-блогеры на международном уровне. Их официальные YouTube-каналы имеют в совокупности более двух миллионов подписчиков. Своё первое видео ребята залили на канал в 2008 году. Сам видеоролик не нес в себе никакого смысла, однако так состоялся старт карьеры двух харизматичных парней. В своих видеороликах Кевин и Кейт не стесняются корчить рожи и вливать в уши зрителя ненормативную лексику. Таким образом близнецы добились своей основной цели – заставить зрителя смеяться и изменить свой выбор в пользу здорового образа жизни. Кейт не скрывает, что идея вести свой блог планировалась как основной способ заработка денег. Видеоролики были абсолютно разными. Первые ролики были скорее комедийными, затем стали появляться обзоры на какие-то фитнес-события. И, конечно, видеоролики с рекомендациями по тренировкам. В настоящее время близнецы Ходж – одни из наиболее перспективных фитнес-блогеров. Они разрабатывают своё телешоу, выпускают свою линейку одежды, питание, а также составляют авторские методики тренировок. Как говорят близнецы, зритель всегда является зеркалом проекта. Чтобы вызвать доверие, показать, что что-то из рассказанного работает, приходилось меняться самому и на собственном примере доносить эффективность до зрителя. И это далеко не всё, что можно найти в регулярно пополняющемся архиве братьев Ходж, насчитывающем почти 3000 видеороликов. Четвёртое место. Денис Семенихин. Несмотря на то, что Денис русский по национальности, большая часть его видеороликов в формате фитнес-блога снимались за рубежом, а именно в Америке, где сам Денис провёл немало времени, даже имел опыт работы фитнес-тренером в World Gym в Калифорнии. Официальный канал Дениса пополняется новым материалом не так часто, однако выпускаемый контент получается качественно, и это определённым образом сказывается на аудитории. 360 тысяч подписчиков с момента выхода первого видеоролика, опубликованного в 2013 году. В своих видеороликах Денис делится советами по улучшению физической формы, делает обзоры методик тренировок знаменитостей, а также путешествует по хардкорным качалкам и совместно тренируется с другими популярными фитнес-персонами. Всё это можно найти в отснятом виде на официальном канале автора. В настоящее время, помимо своего фитнес-блога, Денис работает телеведущим, написал уже две книги и походу не планирует останавливаться. Семенихин Денис, четвёртое место железного топ-5. На третьем месте расположился Рич Пиано. Свой первый видеоролик Рич запостил на официальный канал ещё три года назад. Сейчас на канале 290 видео, суммарно набравших 47 миллионов просмотров и 314 тысяч подписчиков. Несмотря на неплохой показатель, автор не планировал зарабатывать на своём блоге. По словам самого Пиано, ему вполне хватает денег от ведения своей предпринимательской деятельности. И судя по апартаментам и солидному автопарку, это очень похоже на правду. Однако, его медийность позволяет развивать ему свою линейку товаров, выпускаемых под брендом 5%. В своих видеороликах Рич берётся за темы, которые многие оставляют в тени. Именно стероиды, использование синтола и других сомнительных препаратов обсуждает и критикует известных бодибилдеров. Рич Пиано кратко и информативно доносит до зрителей свои мысли. А образ брутального и успешного персонажа определённым образом вызывает доверие. Неудивительно, что он так знаменит в России. Второе место железного топ-5. Борисов Денис. Один из наиболее популярных фитнес-блогеров на территории СНГ. Свой официальный ютуб-канал, насчитывающий более 340 тысяч подписчиков, Денис зарегистрировал в 2010 году. В этом же году был добавлен первый видеоматериал, который состоял из роликов, подробно объясняющих технику выполнения упражнений для разных групп мышц. Параллельно Денис развивал свой фитнес-портал, который кардинально изменился с тех пор. На канале автора более 400 видео, не включая контент, распространяющийся приватно. Автор славится продолжительными видеороликами, в которых максимально доступно разбираются абсолютно разные по формату темы, большая часть которых всё же относится к телостроительству. Среднее время видеоролика около 50 минут, что немало, однако свою речь Денис умело разбавляет собственной харизмой. Подписчики часто делают забавные гифки и видеокаты с его участием. Итак, пришло время назвать победителя выпуска Железного ТОП-5. Им становится Сити Флэчер, известный также как Плюшевая Борода. Сложно сказать, когда именно Сити стал вести свой фитнес-бург, однако он точно является рекордсменом среди всех названных ранее участников. Свой обновленный канал на YouTube Сити зарегистрировал в 2013 году, и именно в 2013 году он стал популярен на территории СНГ под псевдонимом Плюшевая Борода. Почти 800 тысяч подписчиков и чуть более 130 видео на основном канале многократно перезалиты и переведены на несколько языков. В своих роликах Сити Флэчер делает всё возможное, чтобы заставить ленивые задницы зрителя оторваться от кресла и рвануть в зал. Именно мотивационные ролики обрели наибольшую популярность. Однако помимо этого Плюшевая Борода снимает совместные тренировки и, конечно же, делится своим опытом со зрителем. Сити Флэчер. Победитель сегодняшнего выпуска железного ТОП-5. Ебаш, чернослив!